Музыка Вы никогда не были на пожаре? Вот так не было такого, чтобы вас вытаскивали через окно в одной рубашке, по лестнице, не по лестнице, у меня внук меня вытаскивал На 90% вопросов мы получили ответы, и теперь хотя бы мы знаем, куда нам нужно идти В ужасном состоянии я находилась, грязная, вся в воде я пришла в магазин, мархинка, и не знала, что делать, не знала, к кому обратиться У нас здесь никого нету, и здесь на помощь пришла Сардана Михайловна И я не знаю, что было бы с нами, если бы не ее помощь Она помогла нам оформить социальный найм Вы прячете? Вы поздно убегаете? Нет Она заначку делает Но вы так больше не будете делать? Конечно нет Вы так вообще делать не будете никогда больше? Нет, я и так не буду делать У вас же пожилого человека нельзя обманывать Сардан Михайловна сейчас обращался по поводу капремонта Она помогла, звонили это до главы правительства нашего Приехал в Якутию на заработки, отработал полгода, деньги мне не заплатили, вот, идти было некуда Если бы не приехали работники по правам человека, уполномоченного, я бы тихо с этой понимания умерла бы Закон об уполномоченном по правам человека был принят в нашей республике, чтобы помогать людям вести к демократическому обществу За 20 лет в этот орган поступило свыше 35 тысяч обращений Для отдельного человека разрешить больной вопрос все равно, что умыться свежей водой или растопить лед По словам главы республики, в нашем регионе действуют надежные механизмы, чтобы каждый якутянин имел реальную возможность отстаивать свои гражданские права Первый омбудсмен республики Федора Захарова ставила вопрос принять национальную программу строительства бесплатного социального жилья на уровне Российской Федерации На ее счету свыше 20 выигранных дел в Европейском суде Нет такого дела, которого нельзя осилить, считает Федора Николаевна Благодаря ходатайству правозащитника норма, предоставляемого одиноким гражданам жилья, была увеличена в два раза Второй омбудсмен Алексей Ефимов стал практиковать выезды в районы республики для приема граждан, проверки изоляторов временного содержания Ими использовалась действенная мера реагирования как внесение заключений в судебные и правоохранительные органы, в органы государственной и муниципальной власти Удавалось изменять вступившие в силу незаконные судебные приговоры Алексей Михайлович вел в СФУ спецкурс «Права человека и их защита» Нынешний наш Уполномоченный по правам человека Сардана Гурьева ранее с 2012 года возглавлял Госкомитет юстиции, где предоставлялись населению бесплатные юридические консультации Уже тогда возникла идея акции «Давайте накормим бездомных» Здесь, в аппарате Уполномоченного по правам человека, эту акцию внедрили, расширили и назвали «Путь к дому» Опыт работы министром по развитию институтов гражданского общества также существенно помогает Без целей я жить не могу Системность, последовательность в нашей работе считают это тоже очень важными принципами Наряду, безусловно, с гуманностью, состраданием, добротой, милосердием Добавим, смотреть в глаза опасности, неопределенности, оперативно действовать, как канатоходец Иногда от быстрого реагирования зависит жизнь человека или целой семьи К примеру, многодетному отцу-одиночке вместо аварийного жилья предоставляют крохотную квартирку Или скорая отказывается госпитализировать пожилого человека В январе этого года обратились за помощью из мятежной Алматы от имени студентов, туристов и соотечественников Не хватало еды, наличных денежных средств При выпуске из детского дома сироту не включили в реестр нуждающихся в жилом помещении Недополучена финансовая помощь, и у человека в такой ситуации не складывается жизнь Кто-то устраивает голодовку, или в одном из улусов нет квалифицированных врачей, не хватает лекарственных средств Бабушка, оформив дарственную на свое аварийное жилье, по вступившему закону не может теперь претендовать на новое, а только на компенсацию А это крохотные деньги Встречаются курьезные случаи, иначе не назовешь Московский суд приставы ошибочно списывает средства со счета якутянина, который является полным тезкой правонарушителя в другом городе Нацеленность на решение проблем конкретного человека Деятельность института уполномоченного, как говорится, отчеловечивает государственную политику Он сыграл большую роль, выступая в качестве медиатора наиболее острых противоречий и восстанавливая нарушения права людей Межведомственное взаимодействие с МВД, прокуратурой, Минздравом, Минтрудом и многими другими учреждениями ведет к постепенному прогрессу системы Те граждане, которые обращаются в аппарат, уполномоченный по правам человека, и мы видим, что им требуется адресная помощь Мы стараемся, конечно, оказывать адресную помощь, стараемся применять и творческие подходы Есть у нас очень активное гражданское общество, бизнес-общество, которое также приходит в правозащитный орган и говорят, как мы можем, например, помочь Преодолевать высокие стены трудностей помогают изтуда отряды, предприниматели, теплой одеждой, продуктами, оплатой за коммунальные услуги многодетным и социально незащищенным гражданам В этом проявляется душа нового века, нового поколения Начало июля, жара, рабочий день закончен На улице Губина, 5-2, по инициативе уполномоченного по правам человека, собрались представители организации, имеющих отношение к вопросу, сданного для сирот объекта К омбудсмену поступило коллективное обращение от сирот Помещение предприятия на первом этаже перестроили в квартиры, в которых обнаружен брак В феврале отдел опеки и попечительства выдал сиротам ключи к этим квартирам Проблема заключается в том, что полы холодные, окна дуют, появились трещины В некоторых местах, в некоторых квартирах есть плесень, грибки И получается, вентиляция по нашим наблюдениям в наших квартирах не работает Также есть проблемы с горячей водой Я решил обратиться к полномочию по правам человека Сардана Михайловна Гурьевой Она сразу же меня приняла Я оставил ей заявление обращения И она начала проверку В прошлый месяц мы с Сарданой Михайловной выезжали сюда на объект Зафиксировали ряд недостатков Ряд недостатков уже начал устраняться В целом, нежилые помещения периодически переводятся из жилых в нежилые для различных целей То есть отпадает надобность коммерческом использовании тех или иных площадей Департамент жилищных отношений регулярно проводит комиссионные, скажем так, решения о возможности перевода из нежилых в жилые Ну не в таком масштабе, конечно, но целый первый этаж Между тем, многим знакомо чувство собственного достоинства, когда добиваешься правды при защите своих интересов Частная собственность поднимает человека на новый нравственный уровень, утверждал Айстотель Если родителей нет, наш уполномоченный по правам человека помогает молодым людям становиться на ноги Заявления граждан от детей-сирот поступают к нам регулярно Это в основном касается вопросов постановки на учет для включения в единый реестр для получения жилых помещений Меньше года ушло на решение судьбоносного вопроса еще одной сироты Отец, который остался вместе с девочкой, не смог потерю свою пережить и стал пить Девочку оставил там одну без присмотра, пил и потом умер Еще ребенку не было совершеннолетнего возраста у ребенка То есть видели учителя, видели соседи, да Там девочка ночевала у своих подруг школьных, родители этих детей видели, но никто не забил тревогу Естественно, эта девочка вот так вот проживая ночую, где попала, ничего не доедая Она начала воровать в магазине продукты В конце концов она попалась И ее засудили Уполномоченный обратилась в прокуратуру на основании закона На основании у нас есть соглашение с прокуратурой республики, чтобы они провели проверку Доказательную базу собрали и общественный помощник уполномоченного АБСГС Геннадий Степанович взялся за это дело Подал иск в суд и выиграл Второй случай, будучи ребенком, его привезла мама И он, бедный, даже не знает нормально своего отчества, точного своего отчества То он такой, то он сякой И жил, видимо, так, как мог И в итоге никаких документов у него не было И в этом году позвонили, спросили, ну что там с этим гражданином А сестра так и не пришла И мы попросили номер телефона сестры Чтобы позвонить ей и сказать, ну объяснить ситуацию, чтобы она не игнорировала Но в итоге мы с ней поговорили, признали, ну как-то опознание провели С ее помощью мы проводим ежегодно традиционные студенческие мероприятия Такие как Олимпиада студентов по знаниям о защите прав и свобод личности Также Саддана Михайловна и ее аппарат активно участвуют в проводимых факультетом научно-практических мероприятиях Также мы со студентами ежегодно, год несколько раз проходим практику И посещаем просветительские мероприятия, проводимые аппаратом Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах Говорится в первой всеобщей декларации прав человека 1948 года Все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту В статье 29 каждый человек имеет обязанности перед обществом В котором только и возможно свободное и полное развитие его личности К слову, первые законодательные акты в Якутии Это документ о степных законах и обычаях якутов 1824 года С 1767 года за каждым наследом стали закрепляться земельные угодья Теперь часы показывают новое время Это четвертый этап республиканской акции «Мы патриоты» Совместные мероприятия Уполномоченного по правам человека и МВД Стараются поднять дух населения О важном говорить не обязательно в строгой аудитории В зале многодетные семьи, граждане из домов-интернатов престарелых и инвалидов Также находящиеся в трудной жизненной ситуации люди Цель мероприятия – формирование чувства патриотизма, повышение гражданской ответственности Первый этап акции «Мы патриоты» прошел в кадетской школе Затем по общеобразовательным школам Якутии 7 мая уделили внимание пожилым гражданам в стационарных учреждениях Совместно с артистами Бурнашовыми был организован концерт в доме-интернате на улице Якутская, 8 Местный хлебокомбинат приготовил торт на 190 человек В целом патриотической акцией охвачено свыше 34 тысяч молодых людей, детей Задействованы органы госвласти, территориальные и федеральные, бизнес-сообщества, артисты Это на сегодня является самым актуальным по поднятию боевого духа населения Поэтому любовь к родине, терпение, верность, поддержка друг друга, чувство товарищества, чувство патриотизма Это очеловечивание власти, оказание помощи друг другу, реальной помощи Это на сегодня является очень актуальным На повестке обеспечение прав беженцев и эвакуированных лиц Донбасса и Украины Оказание помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, семьям мобилизованных Если в центральных районах России работают крупные пункты временного размещения То у нас практически есть небольшое, там 2-3 десятка человек находятся в городе Якутске Пределов 10 находятся в Нервинге И в основном приехали жены к своим мужьям То есть мужья уже работают на предприятии Колмара в Нервингвинском районе В других части есть в Мердинском районе Совсем немного есть на предприятии золотодобывающей отрасли в Усть-Майском районе и так далее Оказание системной работы совместно с компетентными органами Начиная от восстановления документов, оформления документирования статуса на временное убежище Оказание мер социальной поддержки Уполномоченный по правам человека Якутии Сардана Гурьева Целью соблюдения прав мобилизованных работал непосредственно на самих призывных пунктах Где после медицинского осмотра многие оказались негодны к призыву по состоянию здоровья Вернули домой находящегося в Уссурийске мобилизованного студента-очника У кого-то не хватило времени на юридическое оформление кредитных каникул и других видов помощи Сардана Михайловна предложила решать эти вопросы при помощи военных комиссариатов Из сотен обращений по частичной мобилизации 90% были по статье 18 Федерального закона 31, которая регулирует право на отсрочку Мамы, жены обращаются по вопросам, которые связаны с реализацией мер социальной поддержки То есть по выплатам, которые установлены указом главы республики, правительством республики Решение принято своевременно, механизм уже определен И в этой части к нам поступали очень взволнованные мамочки со своими вопросами, звонками Которые связаны с оказанием мер, например, тем гражданским женам, которые в свое время не успели, к сожалению, узаконить брак И в этой части правительство приняло решение, что если будут доказаны факты местного проживания, то меры социальной поддержки получат полный объем Главное быть спокойным с людьми, трезво их обращение рассмотреть без какого-либо там осуждения Главное выслушать людей, дать им разъяснения, помочь найти справедливость Люди у нас на севере, все они открытые Где-то у них проблемы, которые они не могут Но приходят сюда, начинают объяснять свои проблемы Мы их пытаемся решить В основном осужденные пишут это несогласие с приговором Но есть которые по медицинской помощи Вот в отношении этих мы пишем тоже И органы рассматривают усилу медицинской части Они принимают меры по оказанию медицинской помощи Надлежащей медицинской помощи в беспредельных учреждениях или следственных изоляторах Поступают жалобы на волокиту должностных лиц органов предварительного следствия Были также случаи неоправданной волокиты должностными лицами учреждений системы социальной защиты В принятии решения о назначении социальных выплат Сардана Гурева обратилась в Министерство труда и социального развития республики С просьбой в кратчайшие сроки устранить бюрократические проволочки в назначении социальной выплаты Работаем не только от решения индивидуальных проблем Но и выходим, когда обсуждаем какие-то проблемные вопросы Уже более общим проблемам, которые могут быть решены И через изменение законодательства, и через решение каких-то совместных проектов Поэтому взаимодействие у нас с ней, я скажу, в очень хорошем, продуктивном, конструктивном поле Один из сложных вопросов – реализация гражданских прав инвалидов Ровно три года назад семья Ефимовых приобрела через ипотеку частный дом с земельным участком Как писали в СМИ, обшитый профлистом гараж Тут возникает вопрос, разве банки у нас предварительно не обследуют жилье перед финансированием? Именно благодаря Сардане Михайловне мы достигли нашей проблемы от дела до уголовного дела довели И от нашей семьи мы благодарим Сардану Михайловну за чуткое внимание После такого удара у мужа Григория случился инсульт Пока арендует дом Вообще в Якутск переехали ради сына Андрея Необходимо было попасть в коррекционную школу Сегодня он активист 34-й школы По словам Марианы, сильнее стали после поддержки уполномоченным и прокуратурой Недавно мы получили хорошую новость Суд по их делу выигран Вот так люди падают, ушибаются, встают, продолжают идти вперед Омбудсмены, как люди-маяки, зарождают надежду По словам уполномоченного по правам человека по Российской Федерации Татьяны Москальковой Закон не всегда справедлив, а справедливость не всегда законна Согласно статье 104 Конституции Российской Федерации Уполномоченный не обладает правом законодательной инициативы Вместе с тем участие в законотворческом процессе осуществляется в разных формах Предложение уполномоченного по правам человека в России Основывается на анализе поступающих обращений граждан Уполномоченных по правам человека в субъектах России Результатов изучения общественного мнения По итогам такого мониторинга разрабатываются конкретные законопроекты И вносятся предложения Еще является ярким вопрос внесения изменений в КОАП Республики Сахай-Якутия К сожалению, был резонанс на случай, когда погибла мама Ученая женщина, кандидат наук от нападения бродячих собак И нами были внесены соответствующие, правильные, как уже показало время Предложения по определению степени агрессивности собак По установлению административной ответственности, которая была ранее установлена и изъята Теперь эта норма возвращена в отношении владельцев И тем самым мы видим, что если правовая норма есть И она защищает право человека на жизнь Эта норма будет работать И определенный мониторенный контроль со стороны надзорных органов Контролирующих органов делает свое дело Первый спецдоклад Гуриева и Вилтумене касался одиноко проживающих граждан Также был реализован проект защиты прав участников Великой Отечественной войны Ветеранов тыла и труда Одиноко проживающих Омпутсмен предлагала вести реестр таких граждан На самом деле у нас рассматриваются не только письменные жалобы Мы реагируем на резонансные публикации в средствах массовой информации На моей памяти, конечно же, осталось очень такой резонансный достаточно вопрос Когда одна пожилая гражданка, баба Надя Там было полное, как сказать, безразличие со стороны управляющей компании Граждане, которые приходили к ней Она лежала на полу, упершись об батарею У нее был в третьей степени ожог Двусторонняя пневмония, она лежала на полу Когда приехала скорая, ее не хотели брать Говорили о том, что у нее нет паспорта Сардана Михайловна сама лично в ее квартире искала паспорт Мы нашли паспорт, ее госпитализировали Потом Сардана Михайловна написала ходитайство Министерства труда и социального развития Для того, чтобы эту гражданку устроили в дом престарелых Часто команде уполномоченного доверяют самые сокровенные вопросы И решение сложных, запутанных дел Как сказочный золотой ключик Открывает любую дверь Уважаемая Сардана Михайловна Уважаемые сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека Позвольте от имени Министерства здравоохранения От всего медицинского сообщества И от себя лично поздравить вас С 20-летием принятия Конституционного федерального закона Об институте по правам человека Защищать людей и просвещать их Это главная задача аппарата уполномоченного по правам человека И вы, Сардана Михайловна, с коллегами Прекрасно справляетесь с этой задачей Вы наладили конструктивный диалог Со структурами органов государственной власти республики Местного самоуправления Правоохранительными органами Общественными правозащитными организациями Вы являетесь примером высокого профессионализма Мудрого и широкомасштабного мышления Преданного служению своей родной республике и своему народу Очень много вопросов у нашего населения возникает От того, что они юридически не подстегнуты Не знают, не понимают свои права В этом отношении Сардана Михайловна проводит огромную работу И мы всегда в тесном контакте работаем Даже в вопросах предоставления места в детском саду Сегодня я понял, зачем нужны дети Зачем в переходе скрываются маги Под видом цветочницы или братья Прячется маг за каждым бродягой Интересные слова На самом деле среди бездомных встречаются и талантливые люди В этом году на базе Центра «Линия жизни» Мы устраивали поэтический конкурс среди них В республике нет закона о бездомных Поэтому они не защищены, считает Сардана Гурева А сейчас поэтому у нас, конечно, есть определенные сложности Несмотря на то, что мы с компетентными органами Их более 50 на сегодня С которыми совершенно бесплатно участвуют В проведении социально-благотворительной акции «Путь дома» Поэтому их прошло уже более 10 Привлечено, мы оказали помощь более 800 гражданам Но тем не менее проблема-то не уходит Потому что, что называется, если мы смотрим о раннем выявлении Там уже комплекс со стороны социальных учреждений Работает тоже достаточно четко Аппарат приходит и проверяет Насколько мы обеспечиваем права лиц Которые содержатся в наших специальных учреждениях полиции Непосредственно с Сарданой Михайловной Начинали лет, наверное, 6 или 7 тому назад Благотворительную акцию под наименованием «Путь дома» Сардана Михайловна с нами вне рамок акции Вне рамок акции Сама лично ходила и ходит с нашими Участковым полномоченным полиции По неблагополучным категориям граждан Налажены межведомственные взаимодействия И государство может взять человека под свое крыло Удается многим помочь вернуться к нормальной жизни Бездомному из города Кировск, к примеру, нашли его дочь, проживающую в Якутске Полтора года добивались российского паспорта для человека Который 20 лет ждал оформления гражданства У аппарата, уполномоченного по правам человека в Якутии Есть правило прослеживать, как сложилась в дальнейшем судьба человека после обращения к ним Вот один из счастливых случаев Сардана Михайловна приехала поздравить семью Кондратьевых с новосельем Жили они, не тужили в районе Студгородка в своем домике Первой половины 30-х годов постройки Который изначально был конюшней, оказывается После прадед сделал из нее себе дом И зимой этого года ближайший застройщик резко отключил им отопление Сардана Михайловна приехала в тот же день Сразу же до обеда все посмотрела, своими глазами увидела Да, какое-то облегчение, которое много лет давило Вот так еще одна сложнейшая ситуация разрешилась А их тысяча жалоб, как из параллельного мира нашей современной с вами жизни Наша жизнь все быстрей и сложней И своей работой аппарат уполномоченного снижает социальную напряженность в нашем обществе Пожелаем команде уполномоченного по правам человека Дальнейших побед, бодрости духа Гордимся вами так держать